Не случайно провести круглый столб по сохранению археологического наследия района решили именно здесь, на территории спортивного парка отдыха имени Ларисы Лазутиной. Ведь в чащах Подушкинского лесопарка находятся уникальные славянские курганы захоронения 11-13 веков и селища 14-16 веков. Но черных копателей тот факт, что это могилы наших далеких предков не останавливает, а наоборот вызывает еще больше интереса, причем не исторического, а материального. Проблема она есть и здесь в парке, буквально вот рядом Одинцово, вот Подушкинский лесопарк, рядом с крупным селевым пунктом, много людей, даже сейчас, когда здесь очень большое количество людей, все равно продолжается вот это явление. Под земляными насыпами невежественные копатели пытаются отыскать драгоценные украшения, уникальную посуду и другие предметы быта. Однако все найденные предметы археологии могут представлять ценность лишь как экспонаты музея. Есть какие-то вещи из медных сплавов, из железа, они сами по себе могут быть интересны, поскольку они несут информацию. Если из памятника это все выбрать, то там останется только керамика, которую металлоискатель не берет. И это, соответственно, недостаточно, чтобы охарактеризовать его культурную принадлежность. Чем больше таких артефактов, тем полнее мы представляем материальную культуру населения, которая оставила его. Масштабных грабительских инцидентов на территории Одинцовского района не зафиксировано. Все пресекается на корню, благодаря бдительности общественников. Однако у них нет серьезных рычагов воздействия на невежественных копателей. Все решается в устной форме, посредством воспитательной беседы или вызовом наряда полиции. А вот сотрудники правоохранительных органов могут разбираться уже на уровне уголовного кодекса. Одно из таких изменений, как раз произошло в 2013 году, это был принят еще один федеральный закон 245, 23 июля 2013 года, где уже более подробно, скажем так, обозначены вот эти слабые места предшествующего законодательства. И плюс еще введены дополнения и ужесточения ответственности за, скажем так, нарушение законодательства и за уничтожение памятников, ну, в первую очередь археологии. С каждым годом в этой уже сложившейся системе незаконного оборота предметов археологии сотрудникам правоохранительных органов вести расследование становится сложнее. Становится обидно из-за судьбы самих найденных артефактов. Ведь черные копатели отличаются от истинных археологов не только способом раскопок, но и методом хранения исторических находок. Законно найденные предметы археологии сразу заносят музейные паспорта, вводят научный оборот и используют в последующих исследованиях. А незаконные находки разлетаются по всему миру неизвестно в чьи руки. Порой жажда наживы и алчность людей не знает границ. Как известно, все начинается с малого, с одной монетки, а заканчивается выездом гигантских экскаваторов.